Это, конечно, подстава наших спецслужб, но это метод работы. Этот метод работы, он всегда был, есть и останется, покуда существует борьба разведки и контрразведки. Конечно, это не классический случай поимки шпиона. Все-таки там какая-то странная мотивация оказания содействия в области получения информации о терроризме. В принципе, мы и так в этом отношении сотрудничаем, и так это обязанности спецслужб обмениваться и вовремя предупреждать друг друга о возможных угрозах. Поэтому классическим случаем там шпионажа назвать это нельзя, это какое-то специфическое, это, видимо, что-то новое, что появляется. Но, конечно, много вот этих странностей. То ли действительно у них не очень адекватен был разведчик американский, то ли там нам что-то не договаривают, потому что, конечно, приемы маскировки используются, и парики, и бороды, и все, что хотите, и переодевание, и изменение одежды. Но как-то все это выглядит нарочито. Вполне я не исключаю, что у сотрудника американской разведки, американской резидентуры, как будто, так сказать, что-то там зашкалило. Но, тем не менее, операция проведена, человек взят с поличным, объявлен персоной Нонград, и мне кажется, что не нужно сейчас политизировать этот вопрос. Я все-таки считаю, что периодическая поимка агентов, шпионов, это абсолютно рутинная практика, практика работы разведок, контрразведок. И надо делать квадратные глаза и говорить, что, ах, мы не знали, что работают разведки великих держав. Разведки великих держав всегда работали, работают и будут работать до тех пор, пока есть межгосударственные противоречия и разные национальные интересы.